Всем привет, уважаемые зрители! Перед просмотром видео подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И если видео понравится, поставьте лайк. Ну а я начинаю! Полюбившиеся многим по таким хитам, как «Ласковая моя», «День рождения», «Прости» и многие другие группа «Чай вдвоем» официально распалась в 2012 году, и каждый из участников пошел своим творческим путем. Пик популярности группы припал на начало 2000-х, тогда песни «Чай вдвоем» звучали с каждого приемника, а участники коллектива Стас Костюшкин и Денис Клявер считались настоящими секс-символами. Но после распада карьера у каждого пошла по-разному. Клявер так и остался популярным, а вот Костюшкин сам собственными руками погубил свою карьеру. Каждый из них к сольному творчеству подошел по-разному. Например, Клявер продолжил писать и исполнять трогательные песни о любви, популярность с которыми пришла к их дуэту и которые так полюбились поклонникам «Чай вдвоем». Именно поэтому ему не пришлось искать новую аудиторию для своего творчества. Но вот Костюшкин решил создать новый имидж плохого парня и создал проект «Одесса», изюминкой которого стали танцевальные треки с несложными текстами и зажигательными танцами. Но если первое время поклонники «Чай вдвоем» слушали его треки и появлялась новая аудитория, то со временем его творчество мало кому стало интересно и о Стасе, как о самостоятельном певце, практически забыли. Также немаловажно то, что Денис Клявер продвигает свою популярность и известность только своим творчеством. И информации о нем на страницах желтой прессы попросту нет. Также он может похвастаться безукоризненной репутацией и уважением со стороны коллег. А вот его бывший коллег Костюшкин этим блеснуть не способен. Костюшкин каждый раз попадает в неприятные истории, которые тиражируют в желтой прессе и обрастают слухами. То решил сместить с эстрады Филиппа Киркорова и назвал себя королем эстрады. То кричит на всю страну о том, какой была гулящая его первая жена. Денис Клявер после распада коллектива остался тем же серьезным мужчиной в костюме. А Костюшкин выбрал образ, который явно не подходит ему по возрастной категории. На сцену он все чаще стал выходить в спортивных штанах, майках и шапках. Каждый раз грустно смотреть, как некогда известные певцы прозябают в неизвестности, по тем или иным причинам загубив свою карьеру или попросту становясь непопулярными. Уважаемые зрители, а вам нравится группа «Чай вдвоем»? Какие их песни ваши самые любимые? И за творчеством кого из участников вы следите до сих пор? Напишите свой ответ в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok